Всем привет, с вами Клеопатра! В сегодняшнем выпуске мы обсудим, каких питомцев стоит брать на каждой ратуши, чтобы получить максимум результата на поле боя. Но не только питомцы помогут прийти к победе. Главное, чтобы на поле была твоя братва, которая всегда поддержит. Клан 21 уровня братва на поле будет рад пополнению в своей семье, начиная от 11 ратуши. В составе клана Олдовый Костяк, который развивает свой клан уже более 10 лет. Ребята участвуют во всех активностях игры, всегда помогут с донатом и ежедневно находятся в онлайне. Главная цель клана сейчас набрать активную команду, чтобы расширить свой состав на КВ, быстрее прокачать столичный пик и дойти до мастера лиги в ЛВК. Поэтому, если у тебя нет постоянного клана или ты хочешь найти активный клан, который всегда тебя поддержит, то братва на поле ждет тебя по тегу в описании к этому выпуску. На сегодняшний день в Clash of Clans существует уже 9 питомцев, а героев только 4. Поэтому появляется большая вариативность в том, какому герою какого питомца лучше поставить. В зависимости от ратуши, подбор питомцев под каждого героя будет разный и в чем особенность, сейчас будем разбираться. Прежде всего, давайте взглянем на эту таблицу. Здесь мы можем увидеть перечисление всех питомцев и их характеристики по здоровью, урону в секунду и скорости. Это ключевые параметры, про которые всегда стоит помнить при выборе питомца и определенного героя, потому что у каждого героя своя задача и питомец должен ему подходить. Максимальное количество здоровья у могучего яка, минимальное у ядовитого ящера. Единорог вообще не наносит урон, но используется в каждой атаке, а вот у Лейси урон в секунду максимальный, но ее практически не видно в игре. Почему так, тоже разберемся. Ну и, наконец, скорость передвижения. Ядовитый ящер самый быстробегающий, а единорог и феникс довольно медленные. Все данные в этой таблице указаны для максимальных левелов, которые сейчас есть в игре. Зная все эти параметры, приступаем к разбору питомцев по каждому тоунхолу. Начнем с ТХ-14. Это первая ратуша, где появляются питомцы. Здесь доступно к выбору всего лишь 4 питомца и у нас 4 героя, поэтому вариативность не такая уж большая. Не остается ни одного питомца, который не получит себе хозяина. Главное правильно их распределить. Но здесь на самом деле все очень просто. Прежде всего изучим, как работает каждый питомец для того, чтобы понять, какому герою лучше его поставить. Начнем с могучего яка. Этот питомец обладает максимальным запасом здоровья среди всех ныне существующих питомцев. При этом у него есть возможность пробивать стены с большей эффективностью, чем наносить удары по другим строениям. То есть, проще говоря, этот питомец хорошо работает в связке с героем, когда нужно куда-то пройти и раскрыть какой-то сектор. Поэтому он идеально подходит для атаки с королем. Король будет сам по себе долго бить забор, в особенности если он прокаченный. А яку требуется всего лишь несколько ударов для того, чтобы сектор был раскрыт и король смог подойти к строению. Поэтому играя на ТХ-14 бычка всегда ставят к королю. Если король выполняет функцию зачистки, то бык помогает только ему. Но если король идет с основной армией, то тогда бык открывает забор не только для своего хозяина, но еще и для других юнитов. То есть, он становится полезным для всего вашего микса. А поскольку у быка много здоровья, то быстро он не погибнет, и это значит, что половину атаки вы точно можете пользоваться быстрым открытием заборов, даже если база очень ячеистая. Следующий питомец это единорог. Он вообще не наносит никакого урона и здоровья у него очень мало, но при этом он может исцелять своего хозяина. Поэтому начиная с ТХ-14 и вплоть до 16-го Туанхола, единорог прочно обосновался рядом с королевой. Королева лучниц это очень важный герой, который позволяет нанести много урона, поскольку королева бьет издалека. Поэтому важно, чтобы она не погибла в самом начале атаки, и в особенности это важно, если вы играете квинохилом. Единорог будет дополнительной помощью, но при этом не занимает мест в лагерях, так что дополнительную целительницу можно не брать, а использовать как раз вместо нее единорога. Поэтому если вы часто играете квинохилом, то я советую прокачивать единорога в первую очередь, потому что это даст вам очень большую помощь и поддержит при глубоком квинохиле, когда вы заходите далеко в базу. Электросова имеет не очень большое здоровье и также не очень впечатляющий урон. Но почему она хороша? Потому что у нее есть возможность отражать атаку в ближайшую цель. Грубо говоря, у нее цепная атака. Это хорошо заходит, если у вас плотненькая база и строения стоят близко друг к другу. Тогда электросова является отличным помощником. Но какому же герою ее лучше поставить? Вариантов у нас осталось немного. Хранитель или Королевский чемпион. Но с чемпионом, как вы понимаете, сова не зайдет, потому что у чемпиона довольно агрессивная манера атаки. То есть он пробегает глубоко в базу и берет на себя урон от многих строений дефа. Сова там просто погибнет. А вот с Хранителем дело обстоит гораздо лучше. Потому что Хранитель постепенно заходит в базу, при этом вокруг есть основная армия. То есть сова не будет первой мишенью, по которой будут стрелять строения дефа. А значит и проживет она дольше. Сова также является отличным дополнением для воздушных миксов, потому что строения дефа бьют в первую очередь по вашим юнитам, а сова остается как бы под прикрытием. И наконец Лесси, пожалуй, самый недолюбленный питомец в Clash of Clans. Но на ТХ-14 он весьма неплох. Да тут в принципе и выбора не остается. И конечно же Лесси стоит ставить к чемпиону. Лесси может перепрыгивать стены и атаковать цели, которые находятся с другой стороны. То есть забор ей не помеха. Но проблема Лесси в том, что она атакует все подряд. У нее нет цели героя. Так что пока ваш герой будет париться и сносить какое-то строение дефа, Лесси будет грызть золотохранилище, которое никому не нужно. В этом как раз ее большой минус. И поскольку на ТХ-14 нет других питомцев, которые подходят к чемпиону, то Лесси остается просто единственным вариантом. Я не могу сказать, что этот питомец прям очень хорош. Но на ТХ-14 он действительно неплох. Он хорошо помогает чемпиону и в рамках этой ратуши лучшего не придумаешь. Поэтому идеальный подбор питомцев на ТХ-14 выглядит следующим образом. Лесси ставим королевскую чемпиону, сову к хранителю, бычка к королю, а королева остается с единорогом. Тут все просто. Двигаемся к ТХ-15. И здесь начинается все самое интересное, потому что на 15-м тонн-холле появляется сразу 4 новых питомца. А это говорит о том, что у нас еще больше вариантов использования, нежели чем на ТХ-14. Потому что героев 4, а питомцев 8. Ну что ж, идем разбираться с каждым из них. У снежка средние показатели здоровья и урона, но главная его способность заключается в том, что он может немножко притормаживать строения дефа, которые будут атаковать менее интенсивно, чем обычно, за счет снежных блох снежка. Поэтому этот питомец будет хорошо подходить для того, чтобы помогать основной армии. А с кем у нас ходит основная армия? Правильно, она ходит с хранителем. Поэтому снежок приходит на замену электросове на 15-м тонн-холле. Причем снежные блохи могут замедлять не только строение дефа, но еще и вражеских героев, что тоже важно, когда на вас агрятся эти самые герои и при этом наносят неплохой дамаг. Также снежок очень хороший саппорт, если у вас ратуша уже активировалась, фризов у вас нет, перекрыть ее нечем, и ратуша начинает гасить все вокруг. А если вы еще играете спамом, как в этой атаке, то всем вашим скелетикам и корням скоро придет конец. Но смотрите, что происходит. Снежок подходит к ратуши, и как только хранитель начинает ее бить, снежок ее морозит. И ратуша уже не настолько эффективна и опасна, как была раньше. Всеобщий любимец Clash of Clans – это Копатик. Он имеет сразу несколько преимуществ по отношению к другим питомцам. Во-первых, у него хорошее здоровье. Во-вторых, у него избранная цель – это цель героя. То есть, что бьет ваш герой, то будет бить Копатик, в отличие от Лесси, которая бьет все подряд. В-третьих, Копатик не получает урона, пока идет к своей цели. То есть, он живет дольше, чем другой питомец, который просто ножками чапает по земле и собирает на себя весь дамаг. И самое главное – это способность оглушительный сюрприз. Когда Копатик выбирается из-под земли, если это строение дефа, то он оглушает это строение дефа. То есть, не дает ему атаковать несколько секунд. Отсюда очевидно, что Копатик – это мастхэв для королевского чемпиона, потому что именно с этим героем Копатик раскрывается максимально. У королевского чемпиона цель – это строение дефа. И Копатик наносит оглушение только по строениям дефа. А значит, при каждой вылазке он будет оглушать. Что у нас получается? Чемпион бежит к строению дефа, в этот момент появляется Копатик, который, во-первых, перенимает урон на себя, чемпион некоторое время не получает дамага. А во-вторых, оглушает строение дефа, что очень круто помогает, если на вас агрится монолит или сингл инферно. Пожалуй, самый сложный питомец в игре – это ядовитый ящер. У него очень слабое здоровье, но при этом очень быстрая скорость и классный урон. Так к тому же не только урон, но еще и замедление движения соперника, его атаки и урон от яда. В общем, все в комбо. Но есть одна проблема – это все круто работает, если ящер атакует героев, либо же войска из клановой крепости, ну а также скелетиков из шкафа. Если же ящер атакует просто строение дефа, то толку от этого не сильно много. Выходит, что этот питомец как бы питомец поддержки, он хорошо саппортит, помогает, но если его оставить одного, он моментально погибнет. Именно поэтому этот питомец очень сложный. Его сложно контролировать, да, собственно, никак вообще нельзя контролировать, он бежит на все подряд и хорошо отыгрывает только в тех ситуациях, когда ему нужно бить вражеских героев, либо же войска из клановой крепости. Тогда, да, это получается круто. Поэтому ящерку ставят только с хранителем. Но, опять же, на мой взгляд, это кот в мешке. Получится у вас сделать хорошую атаку, либо же нет. Тут никогда не угадаешь. Поэтому его можно использовать, но гарантии у вас нет. А вот феникс всегда даст вам гарантии на то, что он хорошо отработает. Этот питомец не активен до того момента, пока ваш герой не погибнет. В момент гибели вашего героя из яйца вылупляется феникс, который делает героя неуязвимым на некоторое время перед его окончательной смертью. То есть как бы дает герою второй шанс, второе дыхание еще что-то задамажить, прежде чем окончательно умереть. Сам же феникс после смерти героя остается на карте. Вариативность в использовании феникса довольно высокая. Он подходит для любого героя, кроме хранителя. То есть король, королева и чемпион могут одинаково хорошо отыгрываться с фениксом, но при этом иметь разные задачи. Если феникс на короле используется для того, чтобы король дольше прожил в центре и больше продамажил, то феникс для чемпиона используется для того, чтобы чемпион снес еще несколько страни дефа, прежде чем окончательно умрет. Ну а феникс для королевы может использоваться для более глубокой зачистки и более глубокого квинахила. Но с учетом, что для чемпиона и королевы есть другие отличные питомцы, я считаю феникса лучшим вариантом именно для короля. Поэтому, подводя итог по набору для тх-15, получается следующее. Королеву по-прежнему оставляем с единорогом. Это отличная пара. Капатика, конечно, ставим к чемпиону. Просто не имеет смысла игнорировать этого питомца, когда он у вас уже открыт. Короля можно по-прежнему оставить с бычком, если он используется для зачистки фланга. Но если вы идете королем в центр и вам важно, чтобы он вынес центр, тогда на короля лучше ставить феникса. От этого будет больше прогресса. Тем более сейчас очень популярны миксы с корнями, которые и так раскрывают забор. Поэтому бык попросту не нужен. И наконец, хранитель. Вариативность тоже остается за вами. Если вы играете воздушными миксами, то я бы все-таки оставила сову. Ну а если речь больше про наземные миксы, то лучше использовать снежка. Потому что, идя с основной армией, он будет подмораживать строение дефа. Вы будете получать меньше урона и, соответственно, армия будет дольше жить. Также можно рассмотреть вариант ящерки с хранителем. Но, как я уже сказала, здесь все очень сложно и ситуативно. Это самый неустойчивый вариант. Вот мы и добрались до 16-го Тонхола. Здесь появляется лишь один новый питомец. Зато какой! Призрачная лиса очень хорошо была встречена игроками и сейчас активно используется. И благодаря этому питомцу на 16-м Тонхолле немного меняется распределение по питомцам для других героев. У призрачной лисы мало здоровья и мало урона в секунду. Чем же тогда она так прекрасна? Конечно же своей способностью делать невидимые себя и героя. Причем эта способность не одноразовая, а действует столько, сколько будет жить лиса, чередуя невидимость и возможность получать урон, как и раньше. И благодаря своей способности призрачная лиса сразу стала верным компаньоном королевского чемпиона на ТХ-16. Мало того, что чемпионка и так глубоко проходит базу и бьет только строение дефа, призрачная лиса позволяет делать эту прогулку куда гораздо дольше. Да, убирая Капатикан чемпиона, мы теряем возможность застанить строение дефа на короткое время. Но зато приобретаем возможность вообще уйти в инвиз и не получать никакого дамага ни от каких строений в округе. Но вернемся к Капатику. Нельзя же просто так взять и отказаться от такого классного питомца. Конечно, нельзя. Поэтому все больше игроков на ТХ-16 используют Капатика вместе с Хранителем. Хранитель, конечно, бьет все подряд, а не только строение дефа, но и деф он бьет тоже, поэтому периодически эффект стана проявляется. В итоге мы получаем следующее распределение. Призрачная лиса уходит, конечно же, к чемпиону, а Хранитель перемещается к Капатику. По остальным питомцам распределение точно такое же, как и на предыдущем Тонхоле. А еще с таким разбиением по питомцам происходит довольно часто забавная ситуация, когда чемпионка бегает сразу с двумя питомцами. Это лиса и Капатик. Это может произойти в случае, если Хранитель находится рядом, либо же, если Хранитель погиб и Капатик пошел искать себе нового героя. Выходит у чемпионки сразу два питомца. Ну тогда это вообще имба. Надеюсь, что этот гайд помог вам разобраться, каких питомцев с какими героями лучше использовать в зависимости от вашего Тонхола. А главное, на что стоит тратить дарк при прокачке, а что можно прокачать в последнюю очередь и что вам явно не пригодится в ближайшее время. Конечно, если в игре появятся новые питомцы, все может поменяться, но на текущий момент это остается актуальным. Отдельно благодарю всех спонсоров канала за поддержку и возможность дальнейшего развития и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока! А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас, оставляя интересный или забавный комментарий к этому выпуску, не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока!